Вновь назначенные послы США, Украины, Германии, Египта, Литвы и Чили вручили президенту Алмазбеку Атамбаеву верительные грамоты. Церемония прошла на седьмом этаже Белого дома. Глава государства подчеркнул, что от работы посланников зависят отношения между странами. Канад Канеметов с подробностями. Шейла Голтни вручила верительную грамоту от имени Соединенных Штатов Америки и приветствовала президента на кыргызском языке. Она профессиональный дипломат и в свое время занимала ключевые политические должности. Была заместителем главы госдепартамента, была в числе руководителей посольства США в России. Соединенными Штатами у Кыргызстана недавно возникли определенные разногласия в связи с награждением престижной премии пожизненно осужденного Азимджана Аскарова. Официальный Бишкек даже денонсировал соглашение о сотрудничестве. В то время посольство возглавлял Ричард Майлз. Кыргызстан возлагает надежды, что новый посол построит работу с Кыргызстаном на принципах взаимного уважения. Конечно же, Кыргызстан придает важное значение развитию дружеских отношений с Соединенными Штатами Америки на принципах взаимного доверия, равенства и уважения интересов друг друга. И надеюсь, что ваше назначение, госпожа посол, придаст новый импульс в развитии диалога между нашими странами и укрепит двухстороннее партнерство. Шейла Голтни, имеющая внушительный опыт большой политики, намерена строить с официальным Бишкеком доверительные отношения. Общаться с кыргызскими властями она может и без переводчика. Посол знает русский язык, но и намерена учить кыргызский. Хотела бы подчеркнуть, что Соединенные Штаты Америки глубоко уважают кыргызскую республику, кыргызского народа, кыргызского правительства. Я думаю, что это важно, и это будет, как я и моя команда, будем работать. Мы хотели бы, я хотела бы, укрепить, углубить отношения между нашими странами. Верительную грамоту Атамбаев принял и от посла Украины Николая Дорошенко. В Украине сейчас идет гражданская война, не останавливается перманентное кровопролитие. Кыргызстан желает братской стране скорейшей стабилизации ситуации. К сожалению, дальнейший ход развития нас, скорее, печалит. И мы внимательно наблюдаем за ситуацией и политической, и экономической на Украине. И очень надеемся, что, Бог даст, все у вас наладится, все будет хорошо. И будет в украинском обществе обстановка взаимного доверия. Мы все это проходили, и у нас были захваты обл. администрации, и у нас были бесконечные митинги. И у нас, я помню, заливали бутылки коктейлей Молотова. Все это мы проходили, и мы желаем, чтобы у вас поскорее все наладилось. Новым послом Германии стал Петер Шольц. Он и вручил Атамбаеву верительную грамоту от имени своего государства. Атамбаев в апреле этого года побывал в Берлине с официальным визитом с Ангелой Меркель. Он подписал ряд двусторонних соглашений. Я надеюсь, что те договоренности, которые мы достигли в апреле с руководством Германии, они достаточны. Это хороший фундамент, хорошая основа для того, чтобы теперь мы уже активизировали отношения наши во всех сферах, и в экономике, и в политике. Прагматичные немцы любят конкретику. Новый посол намерен в первую очередь сделать упор на экономическом сотрудничестве. Кыргызстан заинтересован в инвестициях. Германию могли бы заинтересовать туристическая отрасль, горнолыжная сфера, да и много чего еще. Экономическое сотрудничество с Кыргызстаном имеет довольно внушительные перспективы. И в качестве приоритета в своей работе я ставлю именно экономическую сторону сотрудничества. Свои верительные грамоты вручили послы Египта, Литвы и такой далекой страны, как Чили. Они не имеют посольства Бишкеки, но Кыргызстан заинтересован сотрудничать со всеми ими. Атамбай выразил надежду, что назначение новых послов придаст импульс развитию двусторонних отношений. Мы ценим добрые отношения с каждой из ваших стран. И если есть какие-то недоразумения, есть какое-то недопонимание. Для этого и назначаются послы между странами, чтобы они проводили открытую, честную политику. И при этом, я думаю, надо помнить, что в это время, во время глобализации, не должно быть все-таки каких-то стран, которые первого сорта и какие-то страны, которые второго сорта. Каждая страна, каждый народ заслуживает уважения. Кыргызстан открыт для мира. Глава государства гарантировал, что послы в своей работе встретят поддержку в лице аппарата президента и Министерства иностранных дел. Канад Канеметов, Алтенхан Бабаев, Общественный Первый канал.